Я очень доволен покупкой, покупал с компанией электромотор. Очень хочется поблагодарить клиента, который сделал подробный обзор в работе станочного оборудования. Примите от нас пополняшку на мобильный телефон. Благодаря вам наши покупатели смогут покупать качественный продукт и смогут его видеть в работе. Спасибо вам огромное. Смотрите видео нашего клиента. Компания Электромотор После сборки снимем сверление на станке ЩЕБАЧ ДП-19 ВАРИО. Лазер Лазерный указатель Работает Щиток Я думаю надо снять, он только Мешает И лишний предмет Поставим сверло по дереву Десятку Мешает Работает Снимаем Поставим Работает Продолжение следует... 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 Обороты сейчас уступите. Без проблем. Отлично. Значит, немножко пройдусь по параметрам станка. Как я уже говорил, патрон позволяет зажать серло от 1 до 16 мм. Между патроном и основанием длина 540 мм. Расстояние от патрона до стола 420 мм. Патрон бесключевой. Станок имеет защиту от перегрузки. Защиту от тепловой перегрузки. Входная мощность двигателя 550 Вт. Напряжение 230 В. Глубина станка 520 мм. Высота 870 мм. Ширина станка 360 мм. Ход шпинделя 80 мм. Глубина стола 190 мм. Диапазон наклона от 0 до 45 градусов. Общий вес станка 27-27,5 кг. Концевик упирается в крышку и передает вибрацию. Посмотрим насколько точно попадает лазерный указатель вместо сверления в патроне серого по дереву. Достаточно тучных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Есть также такая полезная очень функция. Вот эта шкала. То есть максимальное значение на которое мы можем опустить патрон. 60 мм. Так... Скажем мы берем... Откручиваем этот винтик. Устанавливаем на 50 мм. Либо на другую... На другой показатель шкалы. И он у нас... Патрон опускается на 50 мм. Надо на 10 мм. Устанавливаем на 10 мм. Фиксируем винт. И у нас опускается только на 10 мм. То есть такой ограничитель погружения сверла. Очень удобно. Хочу уточнить прежние данные. Код шпингеля не 80 мм. Как это было подчеркнуто в интернете. А 60 мм. Как это указано производителем. В частности на коробке. Первое впечатление положительное. Из недостатков. Вибрация. Вибрация крышки. Которая лечится. Постукиванием иногда. Ну и поджимом фиксирующего устройства. И вибрация. Вот этого защитного кожуха. На двигателе. Это тоже лечится. Откручивается болтики. Я подклеил туда. Супер. Прочный скотч. И тем самым создал подушку. Такую. Вибрация прекратилась. Значит в данный момент. Из достоинства конечно. Сверлит хорошо. Биение в пределах допустимого. Регулировка оборотов простая. Качественные материалы. Чугун. Ролики. Алюминиевые. Шкив. Резиновый. С нихем. Довольно таки мощный двигатель. Я так понимаю. Мощность соответствует. Визуальная. Визуальный контроль оборотов. Довольно таки точная лазерная указка. Поворотный столик. Этот. Который регулируется. Подъем. Довольно. Ну и. Как бы. Сам по себе. Свердлений станок. Версится на оси. Так поворачивается. Так поворачивается. Как бы. Это очень удобно. Опять же. Регулировка погружения сверла. В данный момент. Вот. Хочу. Дополнить. Испытать. Сверление. Двух. Миллиметровой пластиной. Сверлом. Один и два миллиметра. Миллиметрового у меня нету. К сожалению. Ну вот. Один и два миллиметра. Можно попробовать. Я уже накерплю сейчас. Пластину. Пластину. Отвершинку. Пластину. Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень доволен покупкой, покупал в компании «Электромотор». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...